Ты понимаешь, что я переживаю каждый день в G-классе? Лифт, дай мне работу, лифт, я умоляю тебя, выпустите меня сюда, кто-нибудь, пожалуйста, я пойду в мусорки рыться, нажмите меня уборщиком, пожалуйста, лифт хотя бы уборщиком, хоть кем-нибудь, лифт, пожалуйста. Корочество гласит, что тот, кто прямо сейчас подпишется на мой канал и поставит лайк, будет счастлив вечно. Он найдёт своё счастье под подушкой, когда семь великих звёзд сойдутся в одну линию. Но чтобы они сошлись, ты должен подписаться на канал. Или должна. Ну и лайк поставить не забудь. Ну а мы сегодня будем играть в крайне необычную игрушку, которая в последнее время хайпит, Япи Психа. И если ты думаешь, что мне с вот этим вот легко, ты ошибаешься, так что давай, чтобы тебя не бесит, я просто как-нибудь, не знаю, вот так вот сделаю. Всё, сидите там. Ну а мы начинаем. Я ничего не читал об этой игрушке, единственное, что я видел, это паренька в очках, который выглядит очень и очень странно на артах. Ой, тут какое-то начало. Это место очень людное. И мой галстук слишком узкий. Я никогда не носил галстуки. Вот он этот паренёк. Они были правы, мегаполис сожрёт меня живьём. Какой у него должен быть голос? И это письмо. Наверное, писклявый, потому что он похож на анимешку. К нему пришло предложение работы. Что если всё это было шуткой? Розыгрышем? Но... А вдруг это правда? Если письмо настоящее... Это будет... О, господи, сколько эпика. Моей первой работой. И, господи, что с графоном? Почему он умер? Что ж, я наконец-то прибыл. Я надеюсь, что я не ошибся местом. Так, его зовут Брайан. Окей. Думаю, мне стоит осмотреться. Я немножко взволнован. Может, стоит кем-то поговорить? Окей, мы можем разговаривать и ходить. И посмотрите, что с графоном? До этого была сверхэпичная катсцена. И тут вот это вот просто. Четыре бита. Графен как в 80-х. И чё-то какой-то грязный у этих ребят. Офис? Не замечаете? Ладно, давайте поговорим с дамочкой. Привет, дамочка. Привет, извините. Управление функциональными задачами указанного филиала прямо пропорционально продукту, полученного от его договорных отношений к чистой прибыли. Ээээ... Ладно. Какая-то сумасшедшая. Давайте сбежим от неё подальше. Сбежим к вот этому чуваку. Мне кажется, он адекватный. Привет, я Брайан. Приятно познакомиться, Брайан. Если ты не против, не мог бы ты звать меня по фамилии Чепмен. Знаешь, большие компании и их формальности? Ой, извини, тогда зови меня Пастернак. Пастернак. У него фамилия Пастернак. Насколько ему должно было повезти? Или это локализаторы шутят? Ладно, неважно. Приятно познакомиться, Пастернак. Судя по всему, могу предположить, что это тоже твой первый рабочий день. Просто будь спокоен. Нормально немного нервничать. Да, я здесь из-за письма. Итак, извини, что беспокоен, но я не могу перестать смотреть на твой костюм с тех пор, как ты вошел. Вот что ты одет? Эмм, в костюм? Нет, я имел в виду, кто его дизайнер, кто его для тебя сшил. А, тогда понятия не имею. Прости меня за мои манеры, но он выглядит весьма необычно. Ты не помнишь, где его купил? Эмм... По-моему, мне мать его купила в супермаркете. Супермаркет? Извини, но какой у тебя класс? Класс G, а твой? Оу... Отвали от меня, червяк! Ладно, ладно, чё за псих? Как ты смеешь разговаривать со мной? Отребья класса G! Но... Как? 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 Пошел вон! Вали отсюда, жалко это животное! Извини меня, я не хотел... Заткнись! Что принесло такое... Дерьмо наподобить тебя в такую компанию? Ты знаешь, где находишься, знаешь? Это головной офис Синтеркорп. Мефическое, нет, легендарное здание, из которого происходит самая великая компания в мире! О, да. Я не закончил! Эти компании нанимают самых умных и квалифицированных людей мирового уровня, они отклоняют пачками заявки на самых престижных университетах, из-за того, что они за меня не засветуют за изыкательным требованием аппарата Борисуса... Нет. Эм... Успокойся, Чепмен. Я не буду с тобой разговаривать. Проваливай отсюда. Какой-то сумасшедший чувак. Просто отбитый наглухо. Так, тут какая-то дверь. Дверь не открывается, что-то за бумажки. Это памфлет, в нем написано «Каждый год Синтракорп обеспечивает помощь миллионам людей в слабо развитых секторах с помощью социальной работы». Помните, рост невозможен без устойчивости. Окей. Тут у нас что тут? Мусорка? Подождите, я могу заценить мусорку? Чувак, я не хотел, чтобы ты лазал в мусорку! Фу, правильно, фу. Так, что тут написано? «Безопасность, стабильность, честный заработок и в первую очередь ваше благополучие». Это наш приоритет. «Синтракорп обеспечивают гражданство класса А для всех наших работников». «Мы полвека пробыли на самом верху, работая для вас». Класс А – мечта для таких, как я. Да, чувак, это мечта. Но пока что ты класс G, я думаю, тебе да и очень как далеко. Это буклет, в нем написано. «Находитесь ли вы на вершине своего класса? Начните работать в лучшей компании мира с одной из наших роскошных международных стипендий». Окей, еще одна мусорка. В этой мусорке нет ничего интересного. «Ох ты, это что тут за этажи?» «Лобби, столовая, посвящение, простите, что?» «Айти и безопасность, улей, ладно. Офисы, архивы и библиотека, сад, зал и менеджмент». «Окей, ну чё, поехали?» «Вызываем лифт». «Похоже, что кнопка вызова лифта не работает». «Наверху лифта камера, я думаю, за нами кто-то наблюдает». «Нет, за тобой никто не наблюдает». «А мне кажется, что наблюдает». «Может, всё-таки в дверь пройдёшь?» «Дверь не открывается». «Так, о, нет, в этой игре есть ребусы!» «Только не ребусы, подождите, тёлочка, кажется, дочитала, давайте с ней поговорим». «Здравствуйте, меня зовут Брайан». «Ого, так повседневно, моя фамилия Хиггс, но ты можешь звать меня просто Кейт». «А, точно, прости, я не привык к этому, моя фамилия Пастернак». «Нет-нет-нет, зови мне Кейт, это более естественно. Ты из пригорода?» «Да, я из класса G, надеюсь, ты не против разговоров со мной». «Ха-ха-ха, полагаю, ты тоже повстречался с тем блондином?» «В центре города работает много высокомерных людей». «О, тогда это значит, что ты не из столицы?» «Я родилась в классе Е, но мой отец получил здесь работу, и семья смогла повысить ранг». «Повезло. Итак, ты тоже здесь, потому что тебе предложили работу?» «Да, я закончила колледж и прошло шесть вступительных экзаменов. Я очень взволнована. Я уверена, что ты знаешь, как здесь тяжело получить работу. Сюда приходят тысячи соискателей. Кстати, я работаю в отделе зарегистрированной аналитики. А какова твоя профессия?» «Эээээ... профессия?» «Дай угадаю, управление излишками?» «Эээээм... возможно, комбинированные программы?» «Ноооо...» «Погоди! Системы сетевого протокола? Управление вертикальными базами? Расчёт структурных данных?» «Нет, я... я только закончил основную учёбу». «Оу...» «Фух... что я тут делаю? Получить работу в этой компании невозможно для класса G». «Наверное, письмо — это просто чья-то неудачная шутка». «Письмо?» «Можешь посмотреть». «Так-так-так, Брайан Пастернак, вы были избраны на должность в штате Синтакорп. Эта работа повышает ваш статус для категории класса A. На постоянной основе». «Оно было доставлено мне неделю назад... Я думал, я... Я не знаю». «Но попав сюда, я понял, что это было ошибкой. Я... Я идиот». «Что ты имеешь в виду? Ошибкой?» «Тебе прислали прямое назначение на работу в Синтакорп. Мне кажется, что такая возможность выпадает раз в жизни. Взбодрись, парень!» «Но у меня нет должного образования или...» «Это важная компания! Конечно, они подробно изучают каждого студента по стране! Возможно, они разглядели в тебе большой потенциал!» «А вот эта девочка мне нравится, а то этот чувак совсем был сумасшедший, он меня напрягает». «Мистер Чемпмен, пройдите в лифт». «Ха-ха-ха! Они всегда сначала вызывают более важных людей, понимаете?» «Конечно нет! Я вижу по вашим лицам, насколько вы невежественны!» «Ой, ох уж эти смертные!» «Видите индикаторы над лифтом, указывающие на этажи?» «Чем выше вы подниметесь, тем больше вас ценят!» «Девятый этаж руководящей должности!» «Вот моя судьба!» «Прощайте навсегда, попрощайки!» «Господи, какой же он ублюдочный! Надеюсь, мы его убьем!» «Ну... Но в этой игре нужно будет драться?» «Мне кажется, что да». «Он остановился на втором этаже!» «Похоже, что не так уж и важен!» «Так, теперь моя очередь валить отсюда!» «Давайте, свалим!» «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй! Я славно комок нервов! Я славно комок нервов!» «Удачи, Кейт!» «Спасибо, Брайан!» «Так, ну, пожелаем ей удачи и правда! Надеюсь, у неё всё хорошо будет!» «А, я надеюсь, что мы снова встретимся и я смогу пригласить тебя выпить кофе!» «О, а я тоже!» «Какая милая дамочка! Какая она добренькая!» «Ух ты! Ух ты! Ух ты! Она работает на четвёртом этаже!» «Похоже, что она упорно трудилась, чтобы подняться так высоко!» «Хм, похоже, что мне надо подождать, пока они не вызовут меня!» «Конечно, если то письмо, на самом деле, не было шуткой!» «Ну, вызовите меня, лифт! Лифт! Я хочу поехать на лифте!» «Лифт! Это не было шуткой! Мне нужна работа, лифт!» «Я в G-классе, лифт! Ты понимаешь, что я переживаю каждый день в G-классе!» «Лифт! Дай мне работу, лифт! Я умоляю тебя! Выпустите меня сюда! Кто-нибудь, пожалуйста!» «Я пойду в мусорки рыться!» «Назмите меня уборщиком, пожалуйста!» «Лифт хотя бы уборщиком! Хоть кем-нибудь лифт! Пожалуйста!» «Хотя просто, возможно, стоит показать это письмо в камеру!» «Я могу открыть свой кейс с помощью i!» «Окей! Так, используем!» «Здравствуйте, господин охранник или госпожа!» «М-м-м-м!» «Послушайте, я получил это письмо, на нём мое имя и в нём написано, что я получил работу!» «Это какой-то розыгрыш или...» «Эй!» «М-м-м...» «Что я за идиот?» «Похоже, что я проделал весь этот путь просто так!» «Что ж, похоже, что у меня не появится работа в столице!» «И не предстоит долгое путешествие...» «Домой...» «Пока его не закрыли, нам нужна работа!» «Чтобы купить себе доширак, нужна работа!» «Нужно заработать деньги на доширак, ребята!» «Окей, мы куда-то едем, на какой этаж?» «Второй...» «Третий...» «Четвёртый...» «Пятый...» «Шестой...» «Ох ты ж мать...» «Седьмой...» «Нифига я крутой...» «Восьмой...» «Япи-психа...» «Интересно, что это значит?» «Как перевести Япи-психа...» «Япи-псих...» «Может, это имя одного из персонажей?» «Верхний этаж...» «Должно быть, это ошибка, так?» «Нет, чувак, ты крутая...» «Колбаса...» «Нифига, чё за крепота...» «Там на всех картинках были весёлые персонажи...» «Всё было весело...» «Там какие-то зелёные, яркие цвета...» «А тут хоррор!» «Я не хочу играть в хорроры...» «Если вы давно смотрите мой канал...» «Вы должны знать, как я отношусь к хоррорам...» «А если вы смотрите недавно, то посмотрите мои прошлые видосики...» «Они, кстати, довольно весёлые...» «Так ведь?» «Кто-нибудь?» «Пожалуйста!» «Ладно, давайте пойдём по следам крови...» «Ведь мы идиот!» «Если куда-то введут следы крови, нужно идти именно туда...» «Возможно, это вообще томатный сок, и я зря переживаю...» «Так, что это такое там валяется?» «Дистанционное управление, но оно не работает...» «Для него мне понадобятся две батарейки» «Окей, мне нужно идти где-то две батарейки...» «Тут у нас какие-то свечки...» «Так, нет...» «Тут везде красная краска этот придурок считает...» «Но нет, чувак, это не красная кокараска...» «Убей ведьму тут написано...» «Окей, выглядит как контракт» «Я, Брайан Пастернак, заявляю, что я принимаю работу, предложенную Синтакорп...» «Отписанную в приложении, моя зарплата будет составлять 10 тысяч кредитов в день...» «Плюс премии за достижение, обслуживание, а также повышение до класса А» «Десяти тысяч кредитов в день, это... целое состояние» «Стоп-стоп-стоп» «Это может быть уловкой, надо прочитать приложение» «В соответствии с заранее установленными нормами юридической доктрины, применяемой в настоящее время соискатель соглашается предоставить свои профессиональные услуги в соответствии с системой классификации Синтакорп» «Соглашаясь на этот заработок, работник принимает все дополнительные положения в этом документе на неопределенный срок или до расторжения контракта» «Контракт может быть продлен в соответствии с условиями труда или по требованию ассоциации» «Господи, как скучно это читать» «Я не хочу это читать» «Профсоюза в принятии этого контракта влечет за собой полный или частичный отказ от привилегий индивидуальной целотности «В пользу повышения социального статуса я как будто попал в книгу по обществознанию или что-то типа того» «Так, в пользу повышения социального статуса о чем? Гвозит резолюция 1.1.3.8. Ага» «Я ничего из этого не понял» «Жиза просто, чувак, это жиза, ничего не понятно, какая-то дичь» «Стоит ли мне подписать контракт? Я даже не знаю» «Давайте попробуем» «Я прошел весь этот путь, я не могу отступить, все подумают, что я просто трус» «Я подпишу его» «Ну как бы пришел в какую-то компанию, тебя сразу подняли на самый последний этаж» «Таармоне» «Все нормально» «Кажется, меня только что проплющило» «Ого, что произошло» «Кажется, бумажка была с чем-то веселеньким» «Ты ее занюхнул» «И все пошло» «Не по маслу» «Что ж, я его подписал» «Что теперь?» «Понятия не имею» «А, лифт приехал, подождите-ка» «Килзович» «Убей ведьму» «Это какой-то вид эксцентричности в большом городе, так» «Синтакорп очень важная компания, поэтому» «Кто и такой, чтобы оценить значимость этого?» «Кровавого искусства» «Возможно, это кровь коровы и стоит миллион» «Нет, чувак, по-моему, ты не очень умный» «Тут просто кого-то, блин, расчленили» «И хотят убить ведьму, а где взять пальчиковые батарейки» «Чтобы дистанционное управление заработало, нужны батарейки» «Но батареек нигде нет» «Ладно, я подписал грёбанный контракт» «Лифт открылся» «Мне кажется, если б я его не подписывал, лифт бы не открывался» «Валим отсюда» «На какой этаж я теперь поеду» «Подождите, я могу ехать на любой» «Эм» «Простите, что?» «Я теперь настолько крутой, что могу кататься на любой этаж» «Поехали на девятый» «Так, девятый этаж» «Что у нас тут» «Хм» «Не открывается» «Я сейчас в зале заседаний» «А, мне нужно найти батарейки» «Я теперь должен слоняться по этажам и решать ребусы» «На этой штуке написано «Выставка в честь крови дьявола»» «Ага» «Выставка в честь крови» «Представьтесь человеком со вкусом и богатством» «Ээээ...» «Простите, что?» «Заперто» «Окей, окей» «Девятый этаж какой-то конченый» «Блин, ничего не понятно, что на этом этаже происходит» «Ладно, пойдём на восьмой» «Так, что у нас будет на восьмом этаже» «Пойдём по порядку, чтобы не запутаться» «Что на восьмом этаже» «Ооо, тут садик какой-то» «Прикольно» «Деревья» «Внутри здания» «Да, чувак, деревья внутри здания» «Это сад» «Ну, как бы ничего удивительного, чувак» «Ты в саду» «Тут чувак какой-то спит» «Привет» «Кто, кто, кто может заметить подобные вещи» «Что гоблин любит курить так же сильно, как он любит сыр» «Эээм» «Какой-то странный чувак» «Ладно, я не хочу с ним болтать» «Мне кажется, он тоже обдолбался» «Ему, видимо, так зашёл запах контракта, что он решил его выкурить» «О, тут опять кровь» «Кажется, нет» «Мне интересно, тут есть какие-нибудь пасхалочки» «Я хочу пасхалочку» «Вот тут, может, труп какой-то валяется среди деревьев» «Не, ну а чё, ну а вдруг» «Я хочу какой-нибудь труп среди деревьев» «Было бы весело» «Но никаких трупов среди деревьев нет» «Ладно, пойдём сюда» «А, он туда не пойдёт без света» «Темно тебе, ссыклон» «Но мне нужен фонарик» «Окей» «Мне нужны уже батарейки и фонарик» «Запомнили» «Спустимся на седьмой этаж» «Возможно, нужно пойти на шестой, потому что он горит красным» «Но...» «Кто я такой, чтобы слушаться игровые правила» «Я иду против правил» «Fuck the rules, boy» «Так, окей, что тут за фигня происходит» «Опять какая-то крепота» «Кто-то порвал эту картину в клочья» «На бирке написано в честь благосвоённой девы Ам» «Чё за говно тут происходит» «Крепота какая» «Тут везде ещё камеры» «Это мультикнопочный экран» «Я думаю, что лучше пока ничего не трогать» «Я тоже так думаю, братан, не надо ни на какие экраны тыкать» «Тут какая-то дверь» «Ещё одна дверь» «А там темно, да» «Ты опять скажешь, что без фонарика туда не пойдёшь» «Нет, там стена» «Эта дверь не открывается» «А эта дверь» «Я не знаю, будет ли толк от того, что я пойду туда, куда мне не надо» «А куда тебе надо?» «Подождите, ему то есть кто-то уже сказал, а я не заметил» «Я настолько тупой» «Ладно, этот этаж тоже абсолютно пустой» «Пойдём на пятый» «Или на какой?» «Подождите, на шестой» «На шестой мы пойдём» «Шестой этаж не работает, наоборот» «Окей, пойдём на пятый» «Так, а почему шестой этаж не работает» «Опять какое-то говно происходит» «Мне не нравится стрёмно» «Просто капец как» «Так, какая-то бумажка» «Какая-то дичь» «Слушайте, но сюжет завораживающий» «Выглядит как пустая страница» «Погоди, на ней водяной знак» «Какая-то змеюка» «Я положу её в свой кейс» «Я получил таинственный лист бумаги» «Окей» «НО ЭТО НЕ БАТАРЕЙКА!» «Это не батарейка, ни капельки» «И не фонарик» «Мне нужны фонарики и батарейки» «О!» «Мне кажется сюда» «Привет, ты тут новичок» «Да, привет, я бра» «Эээ» «Пастернак, меня зовут Пастернак» «Рад встрече бра, Пастернак» «Нет, нет, просто» «Ха-ха!» «Чуть дружище хьюга» «Твой новый коллега, я покажу тебе здесь все» «Извини, я немного растерян» Понимаю. Если ты пришёл с пригорода, то большой город поначалу может забрать у тебя многое, но будь спокоен, ты в хороших руках. Я покажу тебе, как здесь всё устроено. Спасибо. Итак, это пятый этаж. Здесь мы в основном выполняем задания, связанные с управлением. Работаем с базами данных, ну, значит, с компьютерами. Окей, чувачок, окей, Хьюга. Здесь несколько офисов и зал совещаний. В конце находится туалет. А это стол секретаря. Хотя её в данный момент здесь нет. Все здесь заняты своим делом. А какое моё дело в этом офисе вообще? Посмотри на того парня, например. Так, что этот парень? Он какой-то хмурый. Эй. Эй, партнёр, позволь мне представить тебе постар... Тебя... Видишь, он даже не заметил нас. Один парень приходит на работу просто, чтобы выспаться. Давай за мной, покажи тебе наш офис. Какой ты забавный, чувачок. Мне он нравится, он прикольный. А где та дамочка? Она вроде на четвёртом была. Надо с ней встретиться. Добро пожаловать в свой новый офис. Сейчас немного пусто, как несколько сотрудников на больничном, но... What the fuck? What the fuck? Вы посмотрите на неё. Посмотрите, кто выбрался из своего убежища. Это ещё одна наша коллега Соса. Привет, я Пастернак. О-о-о-о-о-к-е-е-е-е-е-е-ей... Хе-хе! Она поначалу может быть стеснительной, но стоит ей начать рассказывать свои истории, то её уже не остановить. Итак, продолжим наш тур. Господи, какой огромный офис. Я уже задолбался. Я хочу сам всё поизучать, чувак. Здесь у нас кулер с водой. Важная деталь, связывающая весь офис. Не слишком научная, просто бесплатная вода. Когда он пуст, кто-нибудь придёт и наполнит его, хотя это может занять некоторое время. А это краеугольный камень офиса. Кофейник. Мы готовим кофе в большом объёме каждое утро. Что скажешь, если мы немного восстановим наши силы? Что, кофе закончилось? О нет, совсем не осталось кофе. Будет легенда, что этот офис является обителью тёмного средства, которое совсем не сбит. Говорят, что она только и пьёт свежий кофе и никогда никого не заваривает новую порцию. Эммм, чувак, спокойно? Верно, соса. Чё тут происходит? Вы посмотрите на это лицо такое типа. Я не спала с 258 часов. У меня город, чё-то я получу повышение, если проработали ещё столько же без остановки. Какая ж она криповая. Ой, господи. Итак, пытаешься ли ты соблазнить чудовище, сварганив нам ещё кофе? Конечно, что надо сделать? Ну, сначала нам нужны вода и растворимый кофе. Они должны быть где-то здесь. Так, ну, вода в кулере, это очевидно. Здесь куча документов, но нет ничего, что мне понадобится для кофе. Может быть тут? Пусто. Соса прячется там иногда. Окей, меня это не удивляет, если честно. Этот соединённый провод. Может быть тут? Написано начальник, лучше его не беспокоить. Ты прав. А, наверное, кофе стоит прямо тут, что-то я туплю. У меня нет ингредиентов, нужных для кофейника. Тут может... Ломтик хлеба, что он там делает? Так, здесь ничего нет. Я думаю, у Соса есть кофе. Надо с ней поговорить. Эй, это мой стол, не лезь сюда, у меня нет ничего, чтобы тебе пригодилось. Извини, я не хотел. Здесь ничего интересного. Так, Соса, я, конечно, подойду к тебе, но попозже. Здесь что-то есть. Пакетик растворимого кофе. Ну, в мусорке почему бы и нет. Хьюга, я не уверен, что это сработает. Я нашёл это в мусорке. Ох, всё в порядке. Немного подуть, и всё будет в порядке. Никто тут не слышал, оправили 5 секунд. Мне кажется, оно там лежит больше, чем 5 секунд. Итак, раз ты добыл волшебные ингредиенты, просто включи кофейник. Окей, а это, наверное, мой стол, да? О, шоколадный батончик. Типа сникерс какой-то. Круто. Так, здесь ничего нет. Так, привет. Эй. Лучше её не отвлекать. А где она вообще? Она под столом где-то прячется? А прикиньте, у неё под столом такой люк, и там убежище, она там прячется постоянно. Так, ладненько, мне нужно сварить кофе. Хотите сварить кофе? Да. Вы получили одну кружку кофе. Кофе даёт тебе более сильный заряд энергии, чем обычная чашка воды. Вода нужна лежит в душе. Итак, я думаю, что я рассказал основы. Есть вопросы? Эм, а в чём заключается моя работа? Ты правда хочешь начать работать? Ты ведь только пришёл. О, я только что понял, что забыл тебе научить основным принципам работы. Ксерокс. Тебе понадобятся чернила и бумага, чтобы делать копии. Этот полностью функционален. Ты можешь использовать его, чтобы копировать такую важную информацию, как квартальные показатели или рабочую документацию, но признаем, что это задача нижних этажей. Не так ли? Мы на пятом этаже можем использовать этот восхитительный прибор ради весёлых вещей, например, чтобы скопировать задницу. Что? Только не показывай мне этого. Чувак, хорош! Ну ты чё? Давай посмотрим, если мой жупа-портрет вышел хорошо. Я думаю, что стоило сделать его двухсторонним. Ха-ха-ха-ха. О, господи. Давай, твоя очередь. Эээ, нет, нет, спасибо. Давай, чувак, ты поймёшь, насколько это весело, стоит тебе разок так сделать. Наверное, тебе не стоит делать это с задницей, если ты стесняешься. Почему бы не попробовать с лицом? С лицом? Ну ты только что... Эээм... Чувак, нет! Не делай этого! Ни... Нет! 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 Не делай этого! О, нет, в нём кончилась бумага! Слава богу, в нём кончилась бумага, слава богу! Ладно, жаль, возможно, в следующий раз. Нееет, давай, чувак, ты единственный, с кем я могу выдворять такие вещи. Соса трусиха, я никогда не отмелится на это. Не могу поверить, что у нас нет бумаги в офисе. У тебя есть бумага в кейсе? Я нашёл эту пустую бумажку, она полу сработает? Конечно, любая бумага сгодится. Важно, чтобы ты поместил голову в механизм напротив стекла. Чувак, нет! Нет! Нееет! Нееет! О, май, гад, он же с задницей туда сел. Та, ладно. Ладно, хорошо. Ого, очень светло, что произошло? Ведьмина бумага. Что? Ну и ну. Я вижу, что ты знаешь, как о себе позаботиться, Пастернак. Чего, блин? Шо ца значит? Чет! Я не понимаю. Так в чём заключается моя работа? Как я уже говорил, если ты правда хочешь начать работу, ты можешь воспользоваться старым компьютером рядом с тобой. Кто-нибудь распределит твои обязанности. Ну что ж, ребятки, вот такая вот очень необычная игрушка. Если честно, она мне чем-то очень-очень отдалённо напоминает Undertale. Так что, если вам она понравилась, обязательно поставь лайк. Вот просто соберём больше тысячи лайков, чтобы я обязательно, прям без вариантов, сделал вторую серию. Также подпишись на канал, если ты по какой-то причине до сих пор не подписан. Ну и напиши, напиши в комментариях, что ты хочешь продолжения, если ты его хочешь. А если ты не хочешь, напиши в комментариях, то, чего ты хочешь. Ну что ж, а с тобой сегодня был Фокус Нео. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok